Христос воскрес! Станет лучше на душе! Будет каждый в праздник весел! Дорогу солнцу и весне! Ой, там на горе, ой, там на крутой раю, Раю разлился Христос, народился на его дворе. Пасха – это был праздник, когда в последний раз кликали весну. И после Пасхи весна вступала в свои полноценные праздники. Мы несем традиционную культуру в наше общество, пропагандируем ее среди молодого поколения, радуем взрослых людей и себя. Песня «Жаворонок доза, прилетей, прям дешка, принеси ты нам весну красну, теплая летечка, красносолнышка!» Елена Анатольевна, наш руководитель, идейный руководитель, человек, который нас объединил, вот, собственно, она и предложила эту идею создать такой ансамбль. Степанели – ещё раз enormously mão оể. Возьмите vyки и не веточники, Христос, воскресеный божан, Возьмите выкинь, как и надрочники, Христос, воскресеный божан! Степанели – волочились от Христа, кристос, воскресеный божан! Христос народился на Его дворе, не продай мне, не скажусь я тебе, в раю разлился Христос народился на Его дворе. Не продай мне, не скажусь я тебе, в раю разлился Христос народился на Его дворе, дай поедешь ты, дай же не тебя, в раю разлился Христос народился на Его дворе. Мне бы хотелось немножечко рассказать о способах окраски яиц. Мы обычно традиционно красим яйца в один цвет, и традиционный цвет это был красный цвет. А вы знаете, почему он красенец? Ну конечно же, красный цвет это символизирует кровь Христа. Традиционный красный цвет сейчас, конечно же, есть огромное количество красителей, мы можем красить в желтый, в зеленый, в синий цвета. Это однотонные яйца, это первый способ окрашивания яиц. Второй способ окрашивания яиц, это так называемые крапанки, вот я ее держу в руке. Это когда на вареное яйцо капаются капельки воска, затем яйцо опускается в краситель, оно, соответственно, окрашивается. Потом снова на него капаются капельки воска и опускается в другой цвет. Таким образом яйцо приобретает такую палитру очень интересную. Когда яйцо окрашивается, на нем остаются капельки воска. И чтобы капельки воска сошли, его опускают в кипяченую воду, в горячую воду. Воск сплавляется и получается вот такое красивое яйцо. Высыхает. Высыхает и получается такая красота. Но есть еще третий способ окрашивания яиц. Это способ, который относится уже к произведению искусства. Это вот, да, у нас есть один такой экспонат. Это когда яйцо красится разнообразными техниками, росписью. Есть даже, наверняка слышали такие яйца Фаберже. Это вот уже музейные экспонаты, которые выставляются на всеобщее обозрение или коллекционные. Вот такие есть три способа окрашивания яиц. Вот, пожалуйста, яйцо Фаберже. Сам рисовал. Ох! С птичками и хв. Да. На яйцах разнообразные символы христианской Пасхи. Надписи Христос Воскресе, звезды, птицы разнообразные, растительные орнаменты. Потому что Пасха является весенним праздником. И после Пасхи весна вступает в свои законные владения, в законные права. Кто-то с горочки спускается. Ох! Вот кто это с горочки спускается. Наверное, милый мой, идет на нем рубашка. Я голубая, она с ума, меня сведет, а не в рубашка. Я голубая, она с ума, меня сведет, а ловлю я. Индустрия шина, конечки, ветер раздувал. Садился милый, ну машину, кондуктор, дверь закрывал. Садился милый, ну машину, кондуктор, дверь закрывал. А я кричу, куда ж ты едешь? А я постанусь на дно. А я кричу, куда ж ты едешь? А я зовя, ну как трава. А я кричу, куда ж ты едешь? А я зовя, ну как трава. Проехал станцию Одесса. И севастопольский вокзал на полостанке остановился.